Контролька небольшая. Потому что я нарисую, вам рисовать не обязательно. Это будет слишком для вас долго. Да. Вот сейчас мы с вами все и посмотрим. Сейчас мы с вами все и посмотрим. Подождите. Подождите. Сейчас, затем разберемся. Сейчас я сделаю вам быстренько несколько набросов. Ваша задача будет подписать указанную ночь в карту. Первый набросок. Жураш, условно говоря. Номер один. Номер два. Нашвайки. Второй набросок. Второй набросок. Бобик, струзик, шарик. Неважно. Суставы. Суставы. Один. Два. Три. Третий набросок. Условно говоря, сивка год, сивая колодка. Опа, размахал. Вот на доске все-таки очень трудно исправить. И так, ну, это же самая задача. И так, поехали. И так, поехали. 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 И так, номер один. Номер один – это колено. А номер два – это тетя. Классно. А теперь давайте представим, как вообще-то должно выглядеть наше человеческое тело. Мы с вами нарушители. Наши предки пять с половиной миллионов лет назад вставили на две ноги. Чем полностью нарушили. И за что, кстати, расплачиваемся мы с вами. Дело в том, что двумногость – это система компоновки тела, которая, кроме очевидных преимуществ, так связана с огромным количеством проблем неприятности. Вообще-то любое позвоночное должно не выкендриваться, а быть четвероной. Ставим человека на четыре ноги. Вот что получается. Скажите, пожалуйста, в какую сторону сгибается локоть? К голове или к хвосту? К хвосту. Да, к хвосту. В какую сторону сгибается колено? К голове. К голове. Не бывает исключения в мире позвоночных. Локоть всегда сгибается к хвосту. Колено всегда сгибается к голове. Смотрим на нашего журавля. Это коленный встав? Нет. Этот встав не может быть коленом. А в какую сторону сгибается? В сторону хвосту. А что тогда локтевой? Локтевой в ноге. Я вас поздравляю. Это подвиг. Найти локти в ноге от них всем сдается. К голове? Да. Да. Именно так. Опять. Вы куриную ножку есть как-нибудь? Да. Если есть, то должны представлять себе, как она устроена. Итак, смотрим. Вот бедренная кость у птицы. Она короткая. Вот коленка. В синем нарисую голень. Вот голень. Вот эта точка, коленый встав. А вот эта. Все только я сейчас нарисую розовым. Вот это что? Стопа. Какая? Стопа. Просто у птиц. Все кости предплюсные и плюсны срослись вместе и образовали одну длинную и длинную костку. Вот она. Которая называется цепка. А вот это как называется? Еще раз. Да. Вот это голеностопный. Между голенью и стопой. Голеностопный сустав. А колено вот одно. Ну давайте для тех, кто не понял, нарисую отдельное изображение куриного окрачка. Уж это вы, наверное, как-нибудь поймете, да? Да, это нет. Попросите родителей купить окрачок и сравните с вашим изображением. Вот он куриный окрачок, да? А вот дальше он почему-то какой-то обуверенный. На пальцах. Не, на пальцах еще ехать и ехать. Смотрите, вот это колено сюда. Вот здесь тут запедренное. То есть вот он. Вот он. А почему в этом месте вы обрубали? Потому что дальше-то вообще лучше должно было бы быть у куринца. Вот так. И дальше вот так. А почему в этом месте обрубали? Ребята, а зачем вам принять врачок? Чтоб на него смотреть, чтоб украшать. Ох! А там мышц нет. Там нет ничего съедобного. Все мышцы только в этой части ноги. А здесь только кожа, кости и штажиры. Все точно. Есть здесь категорически нечего. Вот поэтому честь просто обрубает. Да? То есть вот как встроена нога у птицы. Колено вот оно. А вот это блинодорский сустав. Хорошо. Номер два. Что это сустав? Номер два. То есть у нас запясть. У нас запясть. Да. Гучезапястный сустав. Совершенно верно. А где локоть? А локоть вот он. А локоть. Вот он А локоть. Вот это предплечья. Вот это лучезапястный сустав. Отсюда пошла кисть. А от кистья отходит перья, слагающий кругом. Принцип. Понятие? Да. Хорошо. Ну давайте с песиком разберемся. Сначала штраф номер два. Что это такое? Номер два. Это голеноскоп. 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 Голеноскоп передним лапам. Миромир. А локтевой? Локтевой. Девочка. А она сгибается к голове? Локтевой? Одна… Локтевой Ольга. Часть плата – это что? Кисть. На передней конечности стопы не бывает. Так же, как между глаз затылка не бывает. Вот она, запястья, вот здесь. Локтевой? 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 Хорошо. Номер 3. Какой сустав? Номер 3 – это... Калин. Плюс. Голеностолк. Сустав называется не предплюсной, а голеностолк. Вы правы в том, что вот она здесь, на кончике плесной. Вот они, кончике плесной, но сустав-то называется голеностолк. Вопрос, а где колено у садов? Колено, а ну вообще, это не предплюсная. Вот одну. Вот езерный обойт. Вот розынка, рисую, большая, малая, дрессовая. Вот колено, а вот это колено тут. Сколько пальцев на лапе у собаки? Пять, но... Черт, а, 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 правильно, но... На 3. Хорошо, собака пробежала по греху. Сколько пальцев... Сколько пальцев... Четыре. 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 Пятый палец. На самом деле это первый луч. Он совсем коровенький, он вот здесь кончится. Вот в этой точке. И здесь будет хоготь. В этом же месте, в этом же районе, находится небольшая мысина на лапе. В этом месте шерсть не растет. Ну и догадайте, что это такое? Пятка. И здесь пятка. Зачем эта система нужна? Все псовые, хищники, преследователи. То есть, есть поговорка русская, волка, ноги, горды. То есть, они загоняют свое такое место. Для этого надо уметь быстро и маневренно и долго бегать. Ну хорошо, бежит зверь с большим скоростью, а дальше ему надо резко развернуться. Что для этого надо сделать? Зацепиться за землю. Зацепиться за землю. Никогда не видели, как резко тормозит крупная психика. Что он при этом делает? А он садится на попу. Но тормозит он при этом не попой. Это больно и бессмысленно. А чем он тормозит реально? Не тормозит. Знаете, реально он саднул задние ноги так, что его пятки стали касаться земли, и бревловой палец и бревловой попой участвуют в торможении. То есть, он тормозит всей поверхностью стопы. Так? Примерно так же лапу кошки. Значит, четыре пальца на нормальной длине плюсневых ею пясных, пятые пальцы резкого коробка. А вот на передний класс, по-моему, университет по пять. В том? Не-не-не. Все равно четыре. Этим отличаются следы крупного зверья. Ну, вот хорошо. Видите, вы в грязи след вот такого размера. Ну, у нас-то с вами… У нас-то вопрос не возникнет, а где-нибудь на Дальнем Востоке у Суриска стоит я. Вопрос, чей след? Медвежий или тигр? Там есть и медведь, и тигра. Как проще всего? Медвежий. Пальцы считают. О, у медведя пятый. У медведя пятый, у тигра? Четыре. А у тигра четыре. Пятый урон вот сюда. Он не касается земли. Ну, вы же не говоря о том, что у медведя на следе копти пропечатываются? Да. Хорошо. А у тигра? Нет. Нет, почему? Да. У всех кошачьих в тишине копти. Вы совершенно правы. А у псов вниз в тишине. А почему? Потому что им не надо это делать. Почему это? Ну, копти искать. Классно. Хорошая акция. А почему? Одним надо, а другим не надо. Тихо, тихо, тихо. Руки, руки, руки. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Угу. Прошу вас. Потому что кошки, они лазят по деревьям. Так. И? И они зацепляются. Чем? Когтями. За что? За дерево. За дерево. Собака полезла по дереву. Тоже цепляется кофе. Представьте себе. Дворнянка, который лезть погибла. Какая-то вот такая. Для людей с живым воображением, вас представьте. Ну-ну-ну-ну. Поесть ты или не поесть? Нет. А почему не поесть? А потом поесть. Тупые когти. Ага. Зачем когти? Нужны что? Чтобы термозить. Это грунтозацепы. Что такое нарезка протектора на колесе автомобиля? Понимаете? Ну почему? Поверхность одного колеса, как ёлочка, другого, как жмейка. Так что угодно вода уходила? Не вода уходила, а чтобы сцепление с грунтом лучше было. Так? Когти горцовых – это самая главная грунтозацепа при великих. Если при этом когут стачивается, то становится ступым. Этим когтем уже не больно поработаешь с добычей во время атака, ну и конечно не полазишь по деревьям. На их сердце хорошо еще, хорошо ловишь по деревьям и работают лапаны во время работы.